здравствуйте давайте продолжим наш с вами лекцию и сегодня мы рассмотрим один из вопросов который у нас остался с предыдущей темы а именно движение систем m-точек по сути дела мы с вами подробно достаточно обсуждали динамику и соответствующие уравнения которые возникают случай когда у нас была одна точка и уже мы с вами общались на предмет что представляет собой конфигурационное пространство системы n-точек это прямое произведение на экземпляров е3 теперь мы давайте сформулируем достаточно важные для нашего дальнейшем особенно для решения практических задач такие вещи как законосохранения которые присущи системам которые состоят из одинаковых или даже различных материальных точек в количестве n штук давайте мы прежде всего напомним что такое внутренние и внешние силы это нам важно будет для того чтобы мы могли сформулировать соответствующие законы для системы уравнения ньютона мы уже достаточно привычным образом выписываем ну то есть набор n точек где каждый из них характеризуется и омытое и ирытое массы с каждой из точек и ирытое положение где ирытое принадлежит е3 мы конечно же понимаем что нам физически приятно рассуждать когда эти системы н точек движется в одном и том же экземпляре е3 но когда конфигурационном пространство говорим о движении точки изображать в этом конкурс он пространство тогда мы просто прямое произведение соответствующих экземпляров рассматриваем так как каждый из точек в целом то может двигаться в е3 независимо и тогда второй закон ньютона или основная теорема динамики или просто теорема ньютона м и т р и т на f это где и у нас пробегает отрезок натурального ряда и f это это сила действующая на и ту и частицу . для того чтобы в дальнейшем разделить на внутренние и внешние силы мы давайте прежде всего введем понятие силы взаимодействия для этого рассмотрим две точки каждый из них снабжается ну то есть вот все их индивидуальные характеристики содержатся фактически в индексе и ижи и между ними взаимодействие силы будут обозначаться двумя индексами f и ижи и и тогда f и житая это сила действующая на и ту и точку со стороны житой и тогда вот такие силы мы называем силы взаимодействия если все силы все f и и т силы взаимодействия это f и и житая давайте я напишу это f и и жи это сила действующая на и ту и точку со стороны житой если все f и т и силы взаимодействия то система называется замкнутой и при этом f и т конечно же сумма пажи ну давайте я первый раз подробно напишу а потом буду опускать индексы так что будет понятно пажи от единицы до n и жи не равно и естественно f и житая то есть если мы просуммируем все силы действующие на и ту и частицу со стороны всех житых входящих в систему из n частиц мы получаем с вами f и т как обычно и если система не замкнута если система не замкнута давайте мы это напишем то тогда f и т у нас будет даваться вот таким позже суммирование f и житая сил взаимодействия и плюс f и т штрих которые мы назовем внешней силой каким примером мы можем здесь снабдить чтобы понять что такое f и т например если у нас система n точек находится в поле тяжести земли то если мы саму землю не включаем в эту систему частиц то тогда мы можем гравитацию трактовать как некую силу действующую на каждую из частиц в дополнение к тем силам которые действуют со стороны соседей и тогда на самом деле вот это можем так считать сумма этих всех внешних сил то есть она не обязательно должна быть одной ну то есть это та сила которая действует из источника который не включается в нашу систему сил ну и давайте закон сохранения импульса сразу отсюда автоматически получим закон сохранения импульса давайте я первый раз напишу полностью а потом мы этой аббревиатуру если надо будет пользоваться сохранения импульса ну или количество движения мы уже понимаем что это одно и то же давайте так определение импульсом или количеством движения системы мы называем вектор который равен просто импульсу суммарному наших частиц ну то есть вот сумма такого произведения напоминаю что так как мы пока нескими полярными координатами не связаны у нас и рыдая вновь и п в данном случае это векторная величина ну то есть ну просто чтобы не загромождать запись не пишем сверху стрелочку понимая что это у нас вообще-то вектор е3 хорошо и наконец тогда мы можем сам закон сформулировать теорема что не понял еще раз определение импульсом количеством движения системы называется называется я уже так как все-таки пытаюсь писать как можно больше что я просто какие-то совсем слова связки опускаю надеюсь вы их восстановить до скорость изменения импульс скорость изменения импульса или количество движения количество движения системы равна сумме всех внешних сил действующих 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 на систему на точку системы ну и конечно же мы моментально это утверждение с вами получим давайте мы вот найдем скорость изменения количества движения нашей системы для того чтобы убедиться что это так это и омытая на ирытая с точкой ну то есть напоминаю что мы конечно же с вами считаем что масса у нас от скорости не зависит тогда мы просто можем эту сумму продифференцировать естественно и так как для каждой из n частиц мы с вами только что законы ньютона писали то естественно внутри слагаемые можем с вами заменить на и ответы о и ну а тогда мы f и т так как у нас есть некий суммы сил взаимодействия в каждом этом этом слагаемом и f и т штрих подставим получим двойную сумму по и ж нам не нужен третий закон ньютон что что нам не нужен третий закон ньютон а конечно конечно нужен f и житая ну и плюс сумму по и f и т штрих ну и так как у нас вот это вот слагаемое в сумме ноль то остается у нас только то что заявлено в условии теоремы ну вот здесь вот давайте вот это равенство снабдим комментариям так как сумма по и по ж и f и житая ну конечно же здесь и жи не равны должно равняться нулю ну это конечно следствие нашего следствие ну мы не называли его третьим законом да мы просто силы взаимодействия вводили как соответственно силы действующие на частицы и в одной из аксиоматик мы с вами говорили что в одной из глав что силы у нас должны естественно лежать на прямой соединяющие две точки равны по абсолютной величине быть ну давайте следствие третьего закона ньютона можно так сказать мы же не гонимся за минимальностью того что мы вводим поэтому можем просто в данном случае себе позволить еще раз напомнить или какую-то дополнительную аксиома естественно она всем известна ну тут же мы получаем следствие 1 и следствие 2 давайте мы теоремы будем th обозначать следствие корр от корр вали так ну и количество движения замкнутой системы сохраняется ну и следствие 2 ну и следствие 2 чуть менее тривиальная это если у нас сумма f и т штрих то есть внешних сил действующих на частицы нашей системы например ортогонально ортогонально оси у x то простите п x сохраняется ну то есть понятное дело что мы вот это вот равенство которое мы доказывали в утверждении теоремы можем разложить по осям и тогда получаем немедленно что если у нас хотя бы одна из этих сумм ноль то значит у нас соответствующая компонента импульса системы и количество движения системы сохраняется ну и тогда мы можем с вами получить описание движения системы как целого с помощью введения нового понятия так называемого центра инерции определение давайте назовем центром инерции центром инерции системы я как обычно вводимое понятие подчеркиваю системы называется точка которая определяется положение ее координаты r соотношением по i m и t r и t на сумму m и t то есть подчеркиваю что вот радиус вектор этой точки может не совпадать с положением ни одной одной из точек нашей системы это просто геометрическая точка сумма m и t r и t деленное на сумму m и t оказалось что это достаточно полезное понятие потому что количество движения системы как ни странно равно количеству движения отношений это экономичекс точке в точке центра инерции в точке центра инерции из dated остальное и массой m, равной просто сумме m. То есть если мы в нашу точку эту геометрическую сконцентрируем массу, равную массу всех частиц, то тогда под действием, мы хотим сейчас доказать теорему, которые говорят, что под действием всех внешних сил, вот такая точка будет двигаться так же, как и сам центр инерции у системы, которую мы будем в каждый момент времени вычислять. Поэтому мы следим за этой точкой. Давайте, соответственно, что сделаем? Просто возьмем и покажем, что это так. Сумма митых умножить на r. То есть вот мы с вами фактически нашу... Из соотношений, которые определяет сам центр инерции, мы просто видим соотношение. То есть и что это? Подготавливаем для того, чтобы количество движений определить. Из этого первого соотношения это у нас что такое? Митые, рытые по И. И теперь отсюда, если мы найдем производную, то немедленно получаем, что у нас сумма митых как была константой, так и останется, но будет r с точкой. И это есть, по сути дела, количество движений вот этой точки с суммарной массой. Да, оно равно просто сумма митая, рытая с точкой. То есть, как мы с вами и говорили, а это есть не что иное, как p. Теперь формулировка самой теоремы. Центр инерции системы. То есть мы с вами еще раз количество движений определили нашей системы, как количество движения точки, совпадающей с центром инерции, если сконцентрировать в ней всю массу. Теперь давайте мы будем динамику такой системы исследовать. Оказывается, что центр инерции системы движется так, я уже просто это сказал словами, но теперь запишем, как если бы все силы, если бы все массы были сосредоточены в нем и все силы приложены к нему. Силы приложены к нему. Ну, естественно, что у нас внутренние силы, естественно, которые силами взаимодействия называются, они просто, как и раньше, компенсируются будут ноль, а внешние силы просто просуммируются. И давайте это покажем. Это легко. Доказательства этого утверждения переходим на мел, который хорошо пишет на этих досках. Что мы делаем? Изучаем. Так, наше количество движения, да? Это есть P. И теперь дифференцируем это еще раз. Опять у нас сумма эмытая останется внутри скобочков. R будет нашего центра инерции, вторая производная по времени равняется dP по dT. Ну, а так как у нас с вами только что была теорема 1, которая говорит, что у нас скорость изменения количества движений в системе равна сумме всех сил, то это и будет требуемое нам утверждение. Сумма f и т. Ой, на этом не закончили. Ну, и следствие, центр инерции, закон движения, да? Его. Если система замкнута, то он будет двигаться прямолинейно равномерно, естественно. Движение центра инерции замкнута система. Движение центра инерции замкнута система. Прямолинейно равномерно. Это часто полезно. Какие мы еще с вами законы можем чисто механическим образом получить? Естественно, это для n-точек. Закон сохранения энергии. Ну, и кинетического момента. Закон сохранения кинетического момента системы. Ну, надо, конечно, начать с определения. Определение. Кинетическим моментом материальной точки. Материальной точки относительно точки О. есть момент есть момент вектора импульса относительно этой точки. То есть, кинетическим моментом одной точки есть R умножить на MR с точкой. Мы с вами в предыдущих всех рассуждениях относящихся к кинетическому моменту рассматривали частицы единичной массы. Теперь у нас есть набор из n-частиц с разными массами. Поэтому давайте мы это ограничение снимем. Ну, и тут ничего страшного. Просто мы количество движения умножаем векторно на R. Естественно, это все относится к точке О. Ну, и определение, естественно, кинетический момент системы. Системы материальных точек относительно точки О называется по определению сумма кинетических моментов этих точек относительно относительно точки О. То есть, подчеркиваю, что у нас при суммировании мы должны следить за тем, что каждый из точек у нас в положении ее определяется относительно одного и того же центра, относительно того же полюса, как говорят еще. Момент системы это у нас сумма по и от 1 до n и здесь вот эти векторные произведения теперь уже снабженные индексами R и Т на M и Т R и Т с точкой. Прекрасно. Итак, формулировка теоремы, которая выражает наш с вами закон сохранения кинетического момента системы. Скорость изменения кинетического момента системы равна на сумме на сумме моментов внешних сил сейчас скажу действующих на точке системы. напомним, что у нас моментом вектора А называлась всегда такая вот величина, где R это радиус вектор точки приложения вектора А, а это просто векторное умножение. У нас будет очень много величин таких, но особенно в ваших более поздних разделах там и магнитные моменты такие же будут соответствующие величины и моменты магнитных магнитных сил действующих на какие-то токи и прочее и будет у вас магнитный момент который присущ например каким-то хитрым материалам. В механике мы с вами имеем две таких основных величины которые мы будем с вами часто эксплуатировать. Это момент импульса или момент кинетический как его называют. это когда у нас вот здесь стоит m на r с точкой только что мы ввели это понятие когда здесь стоит вектор силы то тогда это момент силы ну давайте я вот здесь напишу напомню m это это r это на f это где f это это сила действующая на каждую точку и здесь скобочка закрывается то есть я это говорил но видно как-то это не очень ярко отметил и тогда мы приступим к доказательству этого утверждения для этого мы давайте кинетический момент системы dm по dt просто продифференцируем по времени естественно по обычному свойству производной мы вносим внутри суммы и так так как у нас момент это r на m r и t с точкой мы дифференцируем каждый из сомножителей векторного произведения по правилу лебенца потому что они обе функции времени получим r и t на m r и t r и t с точкой это первое слагаемое ну то есть первая часть так сказать суммы и второе это у нас m и t вы извините r и t самого у меня тут невнятно написано на m и t r и t с двумя точками что здесь вот точка здесь точка извините я ее сказал ну конечно не написал и в таком случае мы естественно с вами вот эту сумму должны конечно приравнять к нулю тут же потому что сомножители у нас коллинеарны масса у нас всегда не отрицательная они еще и самоправлены а теперь давайте вот эту вот вторую сумму распишем как у нас выглядят эти слагаемые извините r и t на m и t и и и и с двумя точками мы немедленно получаем вот это у нас же согласно наших законов ньютона для каждой из точек просто f и t правда тогда это будет сумма по и r и t на f и t а теперь мы давайте f и t подставим на явном виде представленную сумму сил взаимодействия и внешних сил здесь точно на каждую из этих точек системы естественно что у нас будет по и r и t внутри у нас второй сомножитель состоит из суммы по g f и g и t плюс f и t штрих у нас обозначалось внешней силой и тогда что мы имеем давайте мы естественно сразу ответ напишем это у нас ну мы что можем сделать дистрибутивностью воспользоваться векторного умножения а потом внимательно посмотреть что вот это такое r и t на f и g у нас здесь будет двойная сумма по и и g мы можем поменять местами внутри посмотреть у нас войдет и g и g которые в сумме будут 0 давать поэтому так как эти сомножители ничего никакого вклада не дадут то у нас ответ будет по и r и t на f и t штрих а это уже тушь нужно давайте давайте я это напишу подробно f и g равняется минус f и правда и тогда давайте мы аккуратно распишем то что у нас в одной из сумм r и t f и g и g плюс r и t на f g и t да что сейчас r сейчас давайте мы две точки и g абсолютно правильно это я в своих записях не разобрал значит это у нас сэры это rg а силы которые как нам нужно f и g f g тогда мы что имеем конечно же у нас есть вот такая сумма смотрите мы внутри суммируем по g да и у нас есть f r it и t на f g и t плюс ну то есть вот в этой двойной сумме r g и t на f и g так то есть это у нас одно и то же слагаемое умножается на разные вот эти радиус вектора когда мы суммируем внешней суммы ну а здесь как раз мы дистрибутивность в обратную сторону r и t минус r g на f и g да и это 0 так как смотрите вот он r и минус r g он конечно линеаре этим двум силам то что так как r i минус r g к линеаре f и g вот я в явном виде это изобразил ну и благодаря этому мы можем тогда записать окончательное выражение так это наше рассуждение здесь у нас точка с запятой итога мы с вами получаем dm по dt есть сумма по i f и t штрих и вот это и есть наша с вами теорема тороплюсь потому что r и t f и t штрих конечно конечно это конечно сумма моментов и и конечно же я к сожалению у себя здесь вообще не нумеровал третье да следствие четвертое уже вы мне просто говорите номера что если система замкнута то n константа закон сохранения энергии давайте введем нужные нам причины кинетической энергии ну давайте первый раз кинетическое полностью напишем материальные точки называется величина t равная m на r с точкой в квадрате пополам ну и конечно же для системы аналогично кинетической энергии системы называется конечно же сумма кинетических энергий вам потом много будет чудесных достаточно рассказывать соотношений в частности что вообще-то вот так делал по-хорошему если мы про литивистские закономерности говорим нельзя то есть там достаточно сложная будет конструкция которая в пределе малых скоростей переходит в то что нам здесь привычно но давайте мы вначале освоимся с тем что нам дает классическая механика а потом уже обобщим на то что нужно и тогда теорема из которой уже закон сохранения будет следовать это приращение кинетической энергии системы это сумма мы работу с вами уже вводили на прошлой лекции работы всех сил действующих на точке системы действующих на точке системы и рассуждения вот дело в том что в принципе вот эта наиболее универсальная формулировка которая говорит о том что кинетическая энергия с точки зрения понятие более часто применяемое то есть вот именно и путаница часто возникает в применении законов об энергии при решении задач по общей физике или даже по элементарной потому что сразу пытаются сохранение энергии добиться а вообще-то рассуждать в каждой из задач рекомендуется методически более правильно если мы вначале приращение именно кинетической энергии посчитаем как работу всех сил потом внутри так как у нас работа всех сил это что такое это интеграл от суммы f и так dr мы там в силу аддитивности интеграла можем представить в виде суммы работ и тогда каждую из работ потенциальная когда сила мы тогда конечно же вводим потенциальную энергию и с помощью убыли ее считаем соответствующую работу а бывают силы которые в целом не очень-то наши энергии дают сохраняться в частности дисциплативные силы тогда мы их отдельным образом выделяем и вот закон изменения полной энергии таким образом звучит но я чуть вперед забегаю но отвечая на вопрос что изменение полной механической энергии равна работе всех дисциплативных сил которые действуют на наши точки материала пока давайте мы вот в этом контексте рассуждать более общем а потом заземлимся и так тогда d t большое по dt это есть не что иное как сумма значит m it на r и t на r с двумя точками на r и t с двумя точками скалярное произведение ну просто дифференцируем квадратичную форму так двоечка исчезает и возникает r с двумя точками естественно что это у нас то же самое как r и t с точкой на m и t и r и t с двумя точками естественно в каждом из этих слагаемых мы видим прообраз нашего с вами второго закона Ньютона r и t r и t на f и t ну а это есть r и t с точкой r и t с точкой на f и t да и тогда отсюда мы легко конечно же с вами dt получаем интегрируем интегрируя это равенство ну то есть разделяя перемену умножая на dt интегрируя получаем что кинетическая энергия системы в момент времени т минус начальная равна интегралу от t0 до t да давайте мы так что ли давайте здесь t и t0 обозначим чтобы было все согласовано и интеграл так как у нас все это естественно коммутативно r и t с точкой на dt и тогда мы уже dt естественно вносим получаем сумму работы то что требуется вот такое рассуждение конфигурационное пространство системы изон точек каждая в е3 это у нас е в степени 3 n которая есть просто декапево произведение экземпляров е3 это тоже евклидово пространство конечно и если мы с вами можем вот ввести в этом тренерном пространстве такой вектор который состоит из n компонент r1 rn а сила как f1 fn каждый f и t действует только на эту точку естественно то то тогда мы можем приращение кинетической энергии системы рассматривать как естественно r t1 ой r t0 простите r t1 то есть где r это уже у нас 3 н мерный f который скаляр на dr и считать что это у нас естественно t0 t1 можем перейти к интегрированию r на r с точечкой на dt это у нас приращение кинетической энергии которая равно по-прежнему работе совершаемые 3 мерной силой f на пути r от t в 3 мерном пространстве в конфигурационном то есть конфигурационное пространство таким образом предоставляет нам удобный способ геометрического представления для системы n точек мы можем просто размножить эти пространства и тогда считать что вот у нас на каждую точку сила действующая это просто сила действующая на нашу 3 мерную материальную точку ну то есть точку изображающую нашу пространство нашу систему и движение каждых частиц складывается вот в такую 3 мерную кривую и при движении по этой кривой совершается работа этой 3 мерной силы ну и определение которое уже венчает то что мы хотим сказать значит система потенциально или консервативно если сила зависит только от нашего вот этого вот r и работа f на любом пути ну на любом пути ну это эквивалентно некое вектор а а а нет почему здесь просто у нас вектор и и только на любом пути зависит только от начальной и конечной точки начальной и конечной точки и интеграл у нас от m1 до m2 f d r есть просто некая функция фи от m1 m2 если так то это так система называется потенциальной или консервативной тогда если мы с вами таким образом определяем потенциальную систему то справедливо полезная теорема для потенциальной системы для потенциальности системы потенциальности системы необходимые достаточно чтобы существовала потенциальная энергия такая что наша вот эта трехмерная сила была равна градиенту просто от нашей у в конфигурационном пространстве ну и я не буду останавливаться на подробном доказательстве если вдруг у вас возникнут на эту тему вопрос то доказывается аналогично по одномерному случаю просто там у нас интеграл был криволинейный в трехмерном пространстве здесь в трех анмир теоремы для системы n-точек полная энергия потенциальной системы которая есть t плюс у и естественно это у нас опять суммы m и tr и t с точками в квадрате пополам а это наш с вами функция которая удовлетворяет предыдущему пункту для потенциальной системы при движении системы сохраняется то есть это как раз ответ на вопрос Вячеслава то есть каким мы соответственно про какую энергию ведем речь если потенциальную энергию можем ввести то тогда полная конечно сохраняется то есть e от t1 равняется e от t2 для любых t1 t2 на оси времени ну и конечно же доказательство то очень простенькое ну давайте напишем t от t1 минус t от t0 то есть кинетическая энергия согласно нашему с вами r от t0 до r от t1 это работа нашей трехмерной силы на нашем перемещении в конфигурационном пространстве а она если мы вот подставим туда выражение для f которое существует для вот этого случае потенциального поля это есть у ну за счет того что у нас вот здесь минус конечно от r нулевого минус u от r1 ну давайте ладно r от t0 левое не будем плодить сущности минус u от r от t1 хорошо и это то что нужно то есть переносим в левую часть видим что будет неизменно ну и наконец утверждение в качестве замечания что у нас если есть силы которые мы считаем силами взаимодействия и энергия сохраняется зависит только от расстояния то они потенциально давайте более точно пусть существует сила f и t для каждой точки нашей да которая как мы говорим суммирование по g при этом g не равно и f и g и плюс наше f и t штрих мы можем с вами f и g и t минус f g и t представить как f маленькое и g которая есть сумма этой силы на орд который направляющий вектор и g просто r и g r и минус r g деленное на модули r и минус r g и тогда утверждается ну давайте проб про позицию что если силы взаимодействия взаимодействия зависит только от расстояния взаимного зависит только от взаимного расстояния и здесь я перейду в этой формулировке на хору на доску на которой другой мел пишет то есть f и g f и g от модуля r и минус r g это вот к вопросу от чего зависит аргумент ума то то тогда они потенциальны для этого можно совершенно аналогично рассуждать да 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 что написано если силы взаимодействия зависит только от взаимного расстояния то есть если вот мы f и g обозначили как модульный направляющий вектор и f и g зависит только от модуля r и минус r g то такие силы потенциальны то есть если зависит только от взаимного расстояния зависит только от взаимного расстояния и вот просто в явном видим эту зависимость то они потенциально Это у нас вариационный принцип уравнения Лагранжа и уравнения Гамильтона, который мы получать будем с помощью преобразования Лагранжа в уравнение Гамильтона. Пару слов о введении. Дело в том, что в последующих разделах, которые вам придется изучать, часто достаточно большим препятствием для написания уравнений движения, основных уравнений теории, которые потом анализируются, служит тот факт, что мы, в отличие от механики, где тела в целом исходно анализировались макроскопически, взаимодействие между ними изучалось непосредственно с помощью динамометров, ускорение можно было померить, понятие траектории имеет смысл и прочее. Фактически были тогда возможны в начале, как обобщение экспериментальных данных, получение законов Ньютона, а также принципа детерминированности и принципа независимости действия, также суперпозиции, принцип инвариантности относительно группы Галилея в соответствующих уравнений, и постепенно обобщая эти представления, в начале использующие, как говорится, апелляции к большому числу экспериментов. Мы их смогли аксиматизировать и написать эти вот законы Ньютона. Так вот, в этих более высших разделах науки, которая, можно сказать, теоретическая физика, а часто и математическая физика, у нас отсутствует самая простая вещь, например, в квантовой механике, такое понятие, как траектория частиц. И вообще материальная точка плохая штука для квантовой механики, то есть там некий новый объект функциональный, который дальше является элементом функционального пространства, и с ними все операции происходят. Тогда как нам получать уравнение движения, то есть как мы можем рассуждать, как мы вообще строим первоначальный объект теории. Для этой цели используется обобщение того, что мы с вами получим, это вариационный принцип. То есть закладывается некий постулат в виде того, что движение систем происходит так, чтобы доставлять экстремально некому функционалу, и с помощью этого получается уравнение. Ну, вы, наверное, слышали уже вариационное исчисление, да? Так вот, этот вариационный принцип — это один из способов получения уравнений движения, и он будет многократно эксплуатироваться во всех последующих разделах. И в статистической физике, и в квантовой механике, и в релятивистских разделах, ну и в квантовой теории поля, потому что там мы уже почти никакие из элементов нашей теории не наблюдаем. Наблюдаем только то, какое действие они производят на какие-то там другие макроскопические тела. И тогда для того, чтобы сами уравнения получить, мы должны хоть какой-то инструмент приобрести. Вариационный принцип поэтому очень важен. Да? Почему? Аксиоматика есть. Другой вопрос, что она начинается с вариационного принципа. То есть вводятся основные объекты теории, конечно, на них некие ограничения накладываются, а потом каким уравнением они подчиняются, получаются с помощью вариационного исчисления. Поэтому это очень важный такой раздел. И второй момент. На самом деле окажется, что мы в результате вариационного принципа применения в форме Гамильтона получим уравнение движения Лагранжа, которое, с одной стороны, геометрически мы на каких-то задачах сможем проиллюстрировать, и вы, так сказать, к этому вернетесь, когда вам полновесный курс будет читать его. Во-вторых, мы получим те же уравнения, которые мы уже аксиоматизировали, как обобщение опытных фактов в продолжении исследований Ньютона. И так как это совпадает, это вселяет нам надежду, что это правильный путь рассуждения. Спасибо. Ну и тогда мы, что должны сказать, что с этого момента мы с такой Ньютоновой частью нашего курса закончили, приступили к разделу 2. Это Лагранжевая механика. То есть можно вот здесь написать, на первой лекции можно, давайте напишем Ньютоновая механика, а здесь напишем Лагранжевая механика. Так вот, Лагранжевая механика описывает систему механическую при помощи конфигурационного пространства. И это конфигурационное пространство практически во всех задачах, с которого мы начинаем изучение этого раздела, имеет структуру дифференцируемого многообразия. И второе, что нам потребуется, на этом многообразии действует группа дифференцируеморфизмов. Так же, как мы с вами говорили о том, что у нас на нашем конфигурационном пространстве, которое просто евклидовало соответствующую степень, у нас тоже действовала некая группа. Правда? И вот основные положения теоремы Лагранжевой механики инвариантны относительно действия этой группы. Вот это, как говорится, опять лейтмотив, который последующим образом будет, ну, во-первых, для обобщения, во-вторых, который будет многократно эксплуатироваться в ваших курсах, которые будут посвящены разделам математической и теоретической физики. Так вот, что такое Лагранжевая механика? Пока это вне каких-то пунктов. Это я уже сказал. Первое — это конфигурационное пространство, многообразие дифференцируемое, которое является конфигурационным пространством нашей системы. И второе — это у нас функция на касательном расслоении к этому многообразию. Расслоение конфигурационного многообразия называется она функцией Лагранжа. Ну и, по сути дела, любая однопараметрическая группа диффиаморфизмов оставляет неизменную функцию Лагранжа. Если, то тогда из этой группы следует существование некого закона сохранения, то есть существование первого интеграла, который, глядя на сами уравнения движения, никогда мы заранее предположить не можем. И это, опять же, один из приемов, ну то есть если функция Лагранжа инвариантно относительно действия некоторой группы, ну давайте однопараметрической диффиаморфизмов, отсюда следует, что существует закон сохранения локальный или что то же самое первый интеграл уравнения движения. Ну и в нашем первом подразделе Лагранжевой механики нашу основную целью является формулировка принципа наименьшего действия. То есть наша цель, это цель первого такого шага, это принцип наименьшего действия. Ну и еще у нас очень многие занимаются историей механических и математических исследований, считают, что независимо и одномоментно был получен аналогичный принцип нашим с вами соотечественникам Астроградским, поэтому часто его называют Гамильтона-Астроградского принципа наименьшего действия. Ну и давайте используем для дальнейшего изложения н-мерное пространство векторное, в котором, как обычно, будут располагаться координаты наших точек и ДФ по ДХ часто нам будет пригождаться обозначение в виде вектора, который будет градиентом до этой функции, ДХ, ДН. Ну и, конечно же, скалярное произведение. Нет, тут все эвклидово у нас, поэтому это просто А1В1 плюс АНВ. Хорошо. Ну и первое римское этого раздела можно озаглавить в вариационный принцип. Если вам удобнее, ну ставьте сверху, конечно, если более привычно. Ошибкой в данном случае не будет. Значит, в основе вариационного принципа математически лежит вариационное исчисление, то есть вариационное исчисление, которое есть способ отыскания экстремумов, отыскания экстремумов неких специальных отображений, функций, которые определены, в области определения экстремумов. Это пространство бесконечно мерное. Пространство кривое. Ну и такие функции, которые пространство кривых, ну давайте мы его как-то обозначим, да? Ну гладких, допустим, это вот таких на неком многообразии. Тогда функционал, ну который зависит от гаммы, это есть у нас отображение, например, вот такого, хотя не обязательно, Vr называется функционалом. Я, в отличие от функции, сокращаю F-Defis-L. А это и есть функция. Функционал это просто так же, как и оператор, это просто частный случай функции. Функционал обычно отображает некий участок бесконечно мерного пространства в вещественную ось, и в частности это, например, интеграл. Ну а чем плохо? Хорошо, ладно, ладно. Хорошо, хорошо, да, вы правы. Так, давайте. Какое было у вас для этого обозначение? Я не знаю, там, кажется, петель как-то. Г, Г, А, Д, Ш. А почему петель? Можно, ну, не знаю, еще сенсором, функции как из отрезка давайте пространство кривых на M обозначим. Давайте пространство кривых на M обозначим гамма на M. Так, можно? Ну, то есть оно вроде у нас до этого нигде не задействовано, поэтому имеем право. Да, да, вы правы, конечно. А нам принципиально, что-то именно одномерная кривая, или она может быть произвольно многомерная? Вообще-то в вариационном исчислении может быть что угодно, но вот для наших целей, естественно, кривые. То есть они могут быть многомерны заодно, конечно, но кривые. И на каждом кривом... Ну, то есть, по сути дела, мы обобщаем с какой-то точки зрения интеграл. То есть это же мы берем, когда мы конкретную какую-то кривую закладываем, то интеграл вдоль нее будет выдавать некое число. Вот нам, по сути дела, яркий пример функционала. Ну, и все функционалы будут отличаться в основном то, что у нас под знаком интеграла стоит и способов интегрирования, ну, то есть ядром. Тогда что мы хотим с вами? Например, да, пример привести. Так как у вас регулярного курса еще не было, как выясняется. Например, длина кривой. Функционал длины кривой. Как мы это, соответственно? Давайте мы кривую на эвклидовой плоскости определим. Кривая на эвклидовой плоскости. Ну, для простоты вначале все, да? Гамма, это и есть на плоскости Tx. Такой набор точек, что x равняется x от t, да? Ну, и, конечно же, давайте начнем с того случая, когда у нас на неком участке этой плоскости все задано, то есть T пускает от t0 до t1. Тогда функционал длины кривой хорошо известный нам, конечно, интеграл. Ну, то есть функционал в качестве аргумента получает нашу конкретную кривую, а так это у нас от t0 до t1 интеграл единица плюс x с точкой в квадрате dt. То есть мы t пробегаем, для каждого t выбираем x, который есть x от t, тогда это кривая. Мы пока не говорим про то, какая она там простая, санопересечение и так далее, давайте в самый такой примитивный случай, как в качестве примера, пойдет. И тогда мы хотим с вами ввести понятие вариации. Вариации. Пусть гамма штрих это у нас кривая близкая к гамма. близкая гамма. Ну, то есть гамма штрих это у нас tx. Пока тоже про эту же плоскость будем ввести рассуждение. Так что x равняется x от t нашей кривой гаммы и плюс некая функция h от t которую мы гамма штрих будем обозначать как гамма плюс h для краткости. И рассмотрим приращение функционала. Давайте я соответствующую картинку изображу, но мне потребуется свободное место. то есть рассмотрим приращение функционала f от гамма которую он испытывает на f гамма штрих. Для того, чтобы у нас какой-то визуальный образ появился, мы давайте с вами кривую гамма которая у нас задана в промежутке от t0 до t1 представим, что в каждой точечке к ней прибавляется какая-то функция которая на самом деле от точки к точке разная то есть кривые не обязаны прям параллельным переносом точек получиться и вот это и есть гамма штрих. Здесь у нас x0 точечка, а здесь точка x1. Мы конечно же аж можем считать, что отрицательно, да пожалуйста. Давайте мы для отсылок рисунок 1 это обозначим. И тогда мы хотим с вами найти разность гамма плюс h от φ от гамма. Значит, определение. Функционал φ называется дифференцируемым. если наша φ разность гамма плюс h минус φ от гамма может быть представлена как сумма. f плюс r где? f линейная зависит от h при фиксированном гамма. гамма. f от h1 плюс h2 есть f от h1 плюс f от h2. Ну и конечно же f от c h равняется c f от h. а r от h гамма есть величина о большое от h в квадрате. То есть величины порядка h2. квадрат. Ну давайте уточним в каком это смысле. В том смысле, что давайте если h норма меньше е е ну вы знаете, да, что такое в этом функциональном пространстве просто норма? Да. Ну отлично. Может быть как угодно введена, да? Дальше норма dh по dt тоже меньше е то тогда из этого следует из этих ограничений что модуль r будет меньше чем c на е в квадрате. c константа да. И линейная часть линейная часть нашего приращения называется дифференциалом нашего функционала. Ну очень все похоже на дифференциальное исчисление обычное, правда? Значит дифференциал f от h еще называют дифференциал f от h называется вариацией функционала. ну а h вариацией кривой. я как обычно в определении подчеркиваю вводимые понятия. Хорошо. Давайте мы приведем пример, который нам всюду в дальнейшем будет встречаться. пусть пусть гамма это опять на участке плоскости просто кривая такая что x равняется x от t и t у нас лежит от t0 до t1 кривая на плоскости tx x точкой dx по dt ну и l которая есть функция трех переменных дифференцированная функция дифференцированная такое сокращение понятно, да? функция функция трех переменных тогда функционал от t0 до t1 лямб l от x от t x x от t d t d t можно вот такого вида иметь он у нас часто будет встречаться если например l есть корень из единицы плюс b квадрат то это длина гамма то такой функционал например длину гамма выражает ну а всюду имеющиеся в последующем изложении в лагранжевой механике так называемая функция лагранжа там функционал как правило в виде t-у соответствующего соответствующего ядра то есть функции лагранжа тогда функционал например называется функционалом действия но мы ниже эти определения дадим функционал дифференцируемый имеется в виду конечно в исходных предположениях что у нас ядро l это функция трех переменных которая дифференцируема только тогда тогда функционал от кривы который есть интеграл от этой функции трех переменных под это дифференцируемый и дифференциал дается выражением f от h равняется интеграл от t0 до t1 d l по d x минус d t d по d t вот d l по d x с точкой по d t h у нас на d t и плюс d l по d x с точкой на h в подстановке от t0 до t1 доказательства да мы не обойдемся тут одной производной это правда а это сколяжная функция где это просто умножение производная d l по d x на h h это же функция времени так доказательства давайте мы рассмотрим прежде всего приращение гамма плюс h минус фиат гамма нашего функционала t0 t1 и что мы имеем с вами в квадратные скобки это просто разность ядер да ведь x плюс h h с точкой плюс h с точкой t d минус l от x x с точкой t d t пока ничего сверхъестественного далее давайте с вами что сделаем дифференцируем дифференцируем конечно это у нас интеграл от t0 до t1 и здесь мы с вами d l по d x на h плюс d l по d x с точкой на x точкой ой на h с точкой извините умножить на d t ну и конечно же плюс мы члены h квадрат и h с точкой в квадрате вынесем давайте мы в окрестности h равное нулю разложим вот это в ряд по h тогда у нас будет то же самое l нулевым приближением потом это первые слагаемые разложения и в форме пиана остаточный член ну и тогда мы можем обозначить вот то что осталось под знаком интеграла f которая является функцией от и h плюс наше r остаточный остаточный член который уже от h и гамма зависит да ну и давайте с f от h поработаем то есть если у нас все хорошо дифференцируемо то в принципе мы вот представили в виде f от h а плюс r нам единственное что надо теперь привести вот к такому виду f от h то есть дифференциал нашего функционала или вариацию представить в виде удобном для дальнейших приложений эта формула тогда f от h и давайте мы что сделаем ну сейчас почистим да да конечно ничего тут другого нет давайте я все-таки зафиксирую что это это у нас dl по dx на h минус а плюс простите dl по dx точкой на h точкой по dt а r от ну вообще-то от h гамма это слагаемое порядка h квадрат и рассмотрим вот это вот слагаемое dl по dx точкой на h точкой по dt интеграл от t0 до t1 и тут естественно мы и теперь мы вот так напишем о теперь вроде правда а плюс мы должны просто h умножить на dl по dx точкой хорошо то есть мы теперь просто вот это второе слагаемое в интеграл помещаем получаем то что нам нужно как раз с минусом все как положено ну и дальше уже идет определение экстремалии соответствующая лема вариационного исчисления с помощью которого мы уравнила гранжа получать будем ну давайте это значит начнем следующую нашу встречу с того чтобы рассмотреть экстремалия экстремалия экстремалию функционала дифференцируемого фиат гамма называется кривая гамма такая что f от гамма h равняется нулю для любого h очень похоже определение на стационарные точки обычных функций правда то есть в ней у нас дифференциал функции 0 теорема чтобы кривая гамма x равняется x от была экстремалию функционала фиат гамма равняется интеграл от 0 до 1 или от x с точкой т dt на пространство кривых проходящих через точки x от t 0 равняется x 0 x от t 1 равняется x 1 необходимые достаточно давайте мы вот здесь обозначение сотрем потому что это какое-то другое пространство это же у нас все кривые с закрепленными краями еще иногда вот эту задачу экстремально называют как раз задачи с закрепленными границами одна из задач вариационного числения необходимые достаточно чтобы вдоль кривой x от t выполнялось равенство d по dt dl по dx с точкой минус dl по dx равняется 0 чтобы доказать эту теорему нам потребуется одна из лемм вариационного исчисления лемма нам потребуется еще утверждение относительно того что делать вот с этой функции h то есть у нас когда мы вот в эту формулу подставим у нас же будет не чисто это ядро у нас вот вместо h с точкой возникнет h вынесем за скобочку получится вот эта формула но здесь же еще одна функция непрерывная которая может быть противоположного знака у нас 0 то что вы писали d по dt d 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 д а а сейчас да а необходимость то есть оказывается в силу произвольности вариации у нас вот это должно быть нулем вот по сути дела несложно но тем не менее Конечно, понимаете? И тогда Лемма, если непрерывная функция f от t, где t у нас в нужном нам промежутке от t0 до t1, такова, что интеграл от t0 до t1 f от t, ht, h от dt равняется 0 для любой непрерывной функции. h от t, то f от t равняется 0. Ну, сейчас, для любой h от t такой, что, конечно, концы мы должны закрепить, h от t0 равняется h от t1 и равняется 0, конечно. То, что f от t тождественной 0. А, ну всё. Значит, доказательству с m функциональный анализ. Ну, всё просто, да? Отпротянул. И тогда доказательства теоремы сводятся к тому, что мы просто f от t нашим ядром считаем. Ну, вот этим уравнением. И всё. Наверное, опять не говорится, что ели на цифровую функцию. А? А, может, опять не говорится, что ели на цифровую функцию. Да, 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 да. Ну, написано же у нас, что вот здесь экстремаль только дифференцируемого функционала. То есть у нас f от h существует. Дифференцируемый, он уже подразумевает, что у нас ядро нужной степени гладкости. Хорошо. Угу. Так. И тогда чего? Доказательства теоремы? Скетч хотя бы? Или понятно? Да, понятно. Ну, хорошо. В одну сторону очевидно, в другую сторону очевидно в силу рема. Да. Угу. То есть давайте тогда так. Я вот здесь вот на этой плохой доске напишу. Плохим мелом, но всё хорошо. Доказательства теоремы. Вот так. Лемма. Вот так. Очевидно. Так как если у нас ноль, то, конечно, интеграл ноль. Хорошо. Ну и, по сути дела, здесь просто терминологический момент, чтобы в дальнейшем мы могли в задачках это использовать. Уравнение Эйлера-Лагранжа. Ну, то есть в вариационном исчислении фактически вот дифференциальное уравнение, которое было написано в теореме, носит специальное название, оно как раз доставляет экстремум функционал. Уравнение ДПДТ ДЛПДХ с точкой минус ДЛПДХ равняется нулю. Называется уравнениями Эйлера-Лагранжа для функционала ФИ от Т0 до Т1 или ХХ с точкой ТДТ. Ну и на самом деле абсолютно аналогично можно считать, что если у нас Х это вектор, принадлежащий РН, Х с точкой тогда тоже РН, и мы можем пусть а гамма теперь кривая в 2Н плюс 1 мерном пространстве, хоть я тут и не пишу никакие стрелочки, мы вот этим говорим, что это вектор. Такое, что у нас Х равняется Х от Т при Т, лежащем от Т0 до Т1, это кривая в Н плюс 1 мерном пространстве РНа-РНа. А функция Лагранжа в таком случае это у нас функция на Декартовом произведении РНа-РНа-Р, которая его отображает в Р. Тогда функция 2Н плюс 1 аргументов. Ну тогда аналог, оказывается, дело в том, что мы вот здесь можем просто градиент по Х с точкой, здесь градиент по Х считать, и тогда у нас это выстраивается в систему Н штук уравнений второго порядка, которые соответствуют экстремалям соответствующего функционала. То есть, если теперь нас интересует экстремаль в таком большой размерности пространства, то теорема точно такая же. То есть, экстремаль необходимой достаточно, чтобы удовлетворял тогда системе уравнений Лагранжа. То есть, аналогичная теорема справедлива для экстремали такого функционала. Давайте мы вот здесь вот нанесем звездочку, чтобы на нее сослаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!